итак о чем я сегодня друзья с вами хотел поговорить про блогерство будет вроде как семейный архивчик у меня такой вот ночью прикольно же на себя смотри со стороны как ты выглядел допустим лет пять назад ну сначала ничего ничего потом вроде как его начинают смотреть канал выстреливает выстреливает начинает пользоваться популярностью человек становится заложником своего канала даже я становлюсь заложником своего канала к примеру сколько я зарабатываю у меня где-то выходит за больше подписчиков еще там больше просмотров вот так вот бывает частенько у каждого в семье сколько бы ни давали денег миллион два три кто-то из семейного бюджета эти деньги вытаскивает кто-то набравший подписчиков он думает блин ну сейчас люди как ко мне раз меня смотрят я выставлю номер карты к да вы попрошайки вы просите нифига там то никто никому ничего не должен мы сами выбрали свой путь сами идем по этому пути хорошо или плохо это я не знаю но у каждый блогер это владелец своего канала ведущий канал человек он праве делать все что вы будет ему угодно и он мне этот человек говорит давай год плати мне плати нам то ли 30 или 50 тысяч и так вот такая нано лопата нанотехнологии в действии заканчивается стажок оденок сейчас будем очищать сверху еще одна работа в деревне пока снега нет большого надо почистить подготовить а то вот вот денек другой сено закончится закончится и так о чем я сегодня друзья с вами хотел поговорить хотел поговорить на такую тему про блогерство блогерство когда-то открывая канал любой человек во всяком случае такой как я живущий в деревне думает заводя канал но буду опубликовывать там свои видео буду опубликовывать свои видео будет вроде как семейный архивчик у меня такой вот на канале запись каких-то семейных праздников семейных событий простой семейной работы просто работы какие-то видео запоминающиеся ночью прикольно же на себя смотреть со стороны как ты выглядел допустим лет пять назад сейчас уже чуть-чуть постарел уже появились какие-то морщины уже волосы седые стали такой вот интересный видеоархив вот конечно же это раньше были допустим фотокарточки сейчас вот так карточки уходит на второй план сейчас вот видео видео так называемые начинает ну есть такой вот у всех телефоны сотовые мобильные в каждом телефоне есть хорошая видеокамера сейчас почти каждый носит с собой телефон где есть видеокамера порой видеокамера этого телефона смартфона снимает даже боже может быть лучше чем некоторые видеокамеры вот такое я заметил такие вот есть наблюдение мои и вот блогер когда открывает канал какой-то человек ну сначала ничего ничего потом вроде как его начинают смотреть канал выстреливает выстреливает начинает пользоваться популярностью и частенько частенько человек становится заложником своего канала даже я становлюсь заложником своего канала ну надо а еще да когда еще появляется монетизация на канале подключает человек монетизацию и там чуть-чуть можно зарабатывать с этого ролика ну какие-то там копейки зарабатывать можно ну ну как копейки но сколько к примеру сколько я зарабатываю у меня где-то выходит за три месяца выходит по 100 долларов вот каждый месяц примерно по 30 долларов мои ролики там на ну как приносят мне доходу вот канал монетизации у меня сколько идет уже наверно год ну да год примерно год чуть побольше там года ну год и месяц или два месяца ну вот примерно можно посчитать 12 месяцев году 33 месяца 100 долларов так что 3 разделить на 12 получаем 4 вот так вот примерно 40 400 400 500 долларов у меня канал уже заработал примерно так вот ну может быть там будет 560 может быть 600 я честно сказать я не слежу за этим там это все идет потихоньку перечисляется но дело не в том вот когда набрал там какое-то число подписчиков начинает блогер там быть заложником своего канала каждый раз надо новые новые снимать что-то интересные вот так вот и все бы ничего надо же улучшать качество видео роликов этих самых на канале чтобы качество было роликов заметно на высоте если постоянно снимать там допустим с ветром когда ветер задувает когда двоится все это качество видео не очень хорошие ну рано или поздно блогер человек ведущий канал задумывается об этом начинает улучшать это все ну покупать это все стараться приобрести обновить оборудование свое а это уже затраты это уже канал еще не начал такой приносить прибыли окупать себя а уже требует денег он говорит хозяин улучши качество видео и я тогда тебе еще дам больше подписчиков еще дам больше просмотров вот так вот бывает частенько ну человек так или иначе он же блогер в душе все равно творческий человек ему все равно надо реализоваться самореализоваться и все равно в любом случае блогер начинает были ну ладно ладно там начинает там снимать больше роликов если ролики просматриваемость есть какая-то там ну реклама идет от этих от этой монетизации какая-то начинает там допустим рекламировать других других блогеров другие каналы не такие известные которые не такие раскрученные тем самым зарабатывая деньги на аппаратуру ну денег я думаю друзья мои всегда не хватает у каждого в семье сколько бы ни давали денег миллион два три всегда будет мало и чем выше социальной лестнице человек находится на какой-то ступеньке выше стоит ему все надо больше больше денег сначала простую машину потом заграничную импортную потом там допустим мерседес что-нибудь еще но одним словом выше 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 простые часы сначала потом какие-то наручные часы еще лучше лучше надо или касается что одежды фирменную одежду настоящие там какие-то бренды именитые так что денег будет всегда не хватать так и блогеру сначала снимает на смартфон на iphone на что-то еще потом надо микрофон микрофон выносной беспроводной пушку микрофон свет вот этот потом эти совбоксы вот эти направленные ну прожекторы вот эти когда снимает потом вот по мере улучшений надо же монтировать видео снимать это там диски переносные надо чтобы хранить эту информацию ту который загружает ну кто-то хранит и кто-то удаляет кто-то в облачные хранилища тут по-разному каждый выходит из своего положения тот же штатив надо чтобы хорошо снимать штатив стабилизатор проведение стрима чтобы провести провести стрим надо там карту захвата что-то еще еще но одним словом вот эти всякие улучшения нужны в вложении в канал где взять денег где взять денег каждый выходит также из этого положения где взять денег по-своему кто-то кто-то берет от жены тырит деньги кто-то от продажи сена от продажи бычков от реализации какой-то но одним словом вытаскивает деньги из своего бюджета семейного кто-то из семейного бюджета эти деньги вытаскивает кто-то набравший подписчиков он думает блин ну сейчас люди ко мне раз меня смотрят я выставлю номер карты ко мне люди попрут деньги будут мне вносить я куплю там еще куплю ну микрофон скажет куплю куплю эти совбоксы эти свет ну чтобы был хороший свет обновлю компьютер куплю компьютер там последний марки навороченный чтобы с хорошей видеокартой оперативкой одним словом одним словом вот так вот ну и выставляет там номер карты там или номер какого-то счета часто это так бывает вот и частенько бывает люди люди но когда смотрящий канал зрители часто начинают этому человеку ну а человеку этой этим блогерам людям говорить блин да вы попрошайки вы просите нифига там то не делаете вот только на камеру болтаете просите денег вот вы взяли бы сами там что-то и заработали бы что я хочу по этому поводу сказать на возможные такие комментарии каждый имеет место быть мнение это во-первых а во-вторых конечно же даже снимание видосов роликов это я заступлюсь за блогеров отнимает время отнимает ресурсы свои собственные потому что это это снова ресурсы да ресурсы компьютеры ресурсы камеры ресурс кошелька так или иначе все равно же это отнимает время то человек бы что-нибудь другое сделал полезное для себя своего хозяйства своей семьи а он вынужден заниматься съемкой роликов там чем-то еще хотя с другой стороны никто никого не заставляет и я вообще скажу друзья никто никому ничего не должен мы сами выбрали свой путь сами идем по этому пути я хочу снимать снимаю никто никого меня никто не заставлял вас никто не заставлял вы хотите смотреть мои ролики смотрите не хотите не смотрите это же не телевизор это никакая не обязаловка хочешь смотри хочешь не смотри вот так вот обидно то что зрители воспринимают конечно всех блогеров последнее время вот в интернете пошла такая тенденция называют всех большинство блогеров по прошайками там что есть такая категория людей которые деньги просят постоянно просят я думаю вы их знаете на развитие канала обычно пишут там но другое дело что именно какому-то блогеру действительно нужны деньги на развитие канала кто-то мечтает о токарном станке кто-то мечтает о новой видеокамере мечтает купить компьютер новый у всех мечты свои разные сбываются не сбывается у всех разные мечты мы все люди разные мы не похожи один на другого посла в своих мечтах и каждый хочет как-то вот так реализоваться так что вот так вот один один мой знакомый с одного деревенского канала несколько дней назад выставил там номер карты ну говорит я работаю много вложил много в канал там ну и то все пятое десятое и вот на что на что некоторые зрители некоторые зрители подписчики того того блогера начали писать гневные комментарии так и так отписка то все 5 10 ну в итоге вынудили того блогера того блоге блогера вынудили убрать номер карты ну и что вроде как ну такой вот был хайп такой хайп называть так называемый скандальчик такой хорошо или плохо это я не знаю но каждый блогер это владелец своего канала ведущий канал человек он вправе делать все что вы будет ему угодно конечно же мы сначала канал у нас маленький вот такой вот потом растет 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 больше больше мы его за каналом ходим как за ребенком растим его там где-то лузу стараемся улучшить видео там но одним словом растим этот канал выращиваем его чтоб он нам может быть там принес прибыль какую-то может быть прибыль признание других людей ну прибыль может быть будет стоять на втором на третьем месте сначала признание людей просмотр когда это все будет человек там уже посмотрел это всего блин классно все хорошо но теперь же надо зарабатывать чё там давай бабосы сюда часто мне тоже вот люди знакомые приезжие есть такая категория людей у нас приезжих который приезжает летом увидев меня где-то о блин а чё ты номер карты не выставишь да блин да мы выставим номер карты там же есть там люди да возьмут тебе там котлету бабосов кинут котлету бабосов так вот говорят и все ты там и это купишь это а я на этот счет скажу ребята никто никому ничего не должен хотите помочь кому-то помогайте я веду лично я в данный момент веду канал для себя есть у меня возможность снимаю я есть у меня возможность покупаю откладываю какие-то маленькие копеечки копеечки откладываю на покупку микрофона на покупку штатива на на покупку жесткого диска флэш-карты еще чего-то еще чего-то также вот потихоньку откладываю что-то делаю деньги того же мне может быть хочется тот же квадрокоптер купить хорошая вещь кстати право про квадрокоптер скажу отдельно вот несколько роликов назад я показывал кино про кино как работают у нас профессионалы снимают короче приезжали ребята я про это говорил с группы с интернет паблика мэш мэш видеоканал у них есть ссылка в описании будет под роликом и они летом осенью когда здесь были снимали все летали на квадрокоптере и вот я связался с ребятами с этими у нас есть интернет мы сейчас все в интернете в интернете все можно найти все номера телефонов вся или все электронные почты связался с этими ребятами игры вы не могли бы грамм не предоставить в пользование ваши кадры когда вы летали с квадрокоптера вот на высоте высота птичьего полета наши деревни наших окрестностей я гру вот хотелось бы вот просто пользоваться вашими кадрами они ну да не вопрос ну короче посовещались между собой и мне предоставили возможность эту скинули не несколько файлов там файлы в 4к окрестностей нашей деревни снятый с квадрокоптером с высоты птичьего полета сейчас я файлы очень большие в 4к записанные там гигабайтов наверное 50 короче уже несколько дней потихоньку каждый день скачу по несколько файлов ну там один файл бывает качается целый день бывает полдня качается когда скорость интернета хороший когда плохая так что это я к чему говорю всегда есть найдутся я думаю что люди которые которые вам просто помогут сделать что-то просто так без денег просто по своей душевной доброте не всегда друзья мои деньги имеют какое-то большое значение хотя тоже они без них магазин не пойдешь без них ничего не купишь не обновишь видеокамеру не купишь ту же лопату не заготовишь сено не купишь солярки там что-то еще и еще вот так вот что я хочу этим сказать каждый-каждый еще раз повторюсь каждый блогер и является владельцем своего канала кто-то выставляет карты кто-то не выставляет собирает донат и не собирает в данный момент пока что канал у меня маленький я не вижу смысла собирать там какие-то вот эти донат и лично я вот пройдет какое-то время может быть это время наступит послезавтра может быть завтра может быть через неделю может быть через месяц, я, может быть, тоже выставлю номер карты, может быть, номер буду собирать донаты. Хотя, с другой стороны, пока что у меня в данный момент всё практически есть, что нужно мне для счастья блогерского. Есть хорошая видеокамера, есть микрофоны, вот радиосистема, на которой вот я пытаюсь снимать, ещё осваиваю. Вспышка там на видеокамере неплохая, хорошая. Свет, вот этот накамерный свет, так называемый. Так что всё в наших силах. Потихоньку снимаю, потихоньку что-то говорю. Да, ещё такой момент. Люди, я ещё как и говорил всегда раньше, люди везде разные. Нельзя всех людей гладить под одну гребёнку. Мы все люди разные, мы все друг на друга не похожи. Все мы люди разные, мы все мы друг на друга не похожи. Встречается мне раз, такой случай хотел рассказать вам. Один зритель моего канала, зритель, подписчик, я не знаю, ну, неважно, нашёл мой номер, то ли телефон, то ли написал мне в ВК, или в одной из социальных сетей, говорит, Владимир, расскажите, вот мне там, короче, задаёт вопрос, хочу заняться таким-таким бизнесом. Вот, что мне для этого надо? Ну, там, спрашивают по моей деревенской тематике. Ты мне, знаешь, даже смешно, что-то стало. я говорю, хорошо, давай, что тебе надо, чем ты хочешь заняться? Ну, вот он, давай там вопросы задавать, там, про трактора, машины, касающиеся сельского хозяйства. Ну, я ему объясняю, и он мне, этот человек, говорит, человек, кстати, проживает в другом регионе, России. Я обратился к подобным вопросам, с подобными вопросами к другим блогерам, ведущим блогерам, большим блогерам, но он не сказал, правда, каким, у которых гораздо больше подписчиков, и которые себя позиционируют, как самые лучшие профессионалы, которые всё знают. И они, говорит, сказали мне, говорит, давай, говорит, плати мне, плати нам, то ли 30, то ли 50 тысяч, и мы тебе расскажем всё, как это всё делать, чём ты хочешь заняться, объясним все риски, и всё такое, тра-та-та-та-та, вот это всё. Короче, денег попросили с пацана. Мне даже, как-то, знаете, честно сказать, было как-то это не по себе, ну, почему не по себе? Я ему сразу сказал, я говорю, слушай, молодой человек, я говорю, во-первых, ты проживаешь в другом регионе России, у вас в другом регионе другая законодательная база, которая отличается от нашей законодательной базы, и другие законы, немножко, немножко другие законы, к примеру, в одном законе будет запятая, не там стоять, или циферка какая-то другая, и всё, не пойдёт что-то. Ну, короче говоря, короче говоря, мы с ним нормально поговорили, я ему свои рассказал, там какие-то вот эти скрытые подводные камни, на что ему нужно обратить внимание, если он хочет заниматься там, каким-то сельским бизнесом, но я думаю, что да, кстати, денег я за это не взял, ни копейки, он говорит, ну хорошо, этот парень, говорит, я очень вам, говорит, благодарен, буду иметь в виду вот ваш опыт, потому что другие люди мне просто, говорит, отказали, сказали платить деньги, но я, говорит, без денег, денег у меня лишних нету, я, говорит, не готов платить за эту информацию, да, кстати, друзья, если у вас есть другое мнение, нужно было мне, может быть, деньги взять с него, прошу высказать это в комментариях, вот так вот, может быть, я неправильно поступил, и продавать надо опыт свой за деньги, как вы думаете, как вы считаете, вот такой вопрос к вам, вот так вот, друзья мои, еще раз убеждаюсь в том, что мы все люди разные, кто-то это все за деньги продает, свой опыт бесценный, так называемый, кто-то просто так отдает, делится, так вот, о чем можно рассказывать на видеокамере, по видеокамере, записывая вот эти ролики, да, обо всем, у меня также очень большой опыт, там, какие-то вот эти маленькие моменты, я думаю, что у вас, вы, есть жители, деревенские, местные жители, кто смотрит, кто интересуется этим делом, ну и просто вот смотрящие деревенские жители, вот, я думаю, что у вас тоже есть за плечами не меньше моего опыта, свой жизненный опыт, и гораздо больше, я думаю, вы можете рассказать, только что, может быть, вот, не у всех возможностей, если вот, все это красноречиво говорить, или пытаться, пытаться красноречиво говорить, рассказывать на камеру, делать ролики, вот так вот, так, с этих сторон я обошел, сейчас вон там еще обойду, и все, а, надо будет еще с макушки скинуть, вот чем хороша радиосистема радиомикрофона, очень пользуюсь очень редко ей, но, когда только начал канал у меня набирать какие-то вот эти, работать с монетизацией, пошла монетизация там, первых 100 долларов, вторых 100 долларов, весной поехал, заказал микрофон, радиосистему и приобрел, не пожалел денег, а, говорю, ну, вещь интересная, нужная, ну, и просто мне для себя, для работы, когда-то где-то, вот я беру радиосистему, иногда пользуюсь при проведении мероприятий, хотя это радиосистема не вокальная, это просто репортерская, так называемая, но все равно интересная вещь такая вот, так что вот так вот переходим на новый уровень, к чему я это, друзья, хотел сказать, к тому, что всегда есть возможность как-то улучшать свои видео, откладывать их потихоньку, откладывать, откладывать потихоньку деньги на улучшение, покупать микрофоны, покупать видеокамеры, покупать что-то еще, не каждая женщина, хозяйка одобрит выбор мужа, скажет, о, нафиг ты купил, покупать в лозу, будешь это все покупать, тратить деньги на это все, ну, вот так вот, а я сумел Елене Степановну уговорить, чтоб она одобрила, все-таки хозяйство мы ведем совместное, бюджет у нас совместный, и я сумел ее убедить в том, что эта радиосистема нам будет нужна и пригодится со временем при проведении тех или иных мероприятий. так? глебом disclaimer еще наоборот Вот такие дела, ребятки А денег, денег их не всегда будет не хватать Их всегда мало-мало Как мне частенько даже Вот вы, кто-то из вас смотрящих Может быть даже сейчас смотрящих канал мой Пишет, не хочешь ли ты там в тракторе это поменять Не хочешь ли ты в тракторе это поменять Обновить, к примеру, кабину Обновить там что-то еще Это, это, там, пятый, десятый Конечно же хочу Но денег нет, сижу и молчу Интересно, а что думаете вы скажете? Опять скажет отговорки какие-то ищет Не хочет Не хочет нам там рассказывать все Да? Так, ну все Осталось с макушки скинуть снег Макушки Сейчас на макушку залезу Лопатой буду скидывать Тут в принципе дня на два, на три Может быть хватит Может быть чуть побольше хватит Но все равно надо Или оставить Вот так, друзья мои Вот такое получилось очень длинное Длинное видео Длинное, наверное Нудное Наверное неинтересное Но я рассказал свой Поделился опытом Рассказал свой Своё видение Про вот эти донаты Про что там еще Про сбор денег Про каналы Конечно же в идеале Там потихоньку Дальше что-то покупать Прикупать для канала Для улучшения видеосъемки Дорогую видеокамеру Нет, у меня это хорошее Мне не надо Нормально, хорошо пишет Записывает Звук тоже нормально Все Есть вот это В принципе Ну Доволен всем почти Но сейчас надо уже Компьютер приходит Немножко в негодность Надо уже Покупать, думать О другом системном блоке О других каких-то там Комплектующих для него Для компьютера Железо так называемое Ладно Сейчас Полезу на сток И Дальше буду Очищать это все Итак Сейчас залажу на сток И начинаю работать со стока Тут однако Хрен залезешь Надо это Лестницу Или так Блин Так, наверное Нет Так однако Залезу Во Залез Так залезу Так залезу Хорошо Хорошо Заодно проверим Как работает Моя радиосистема С высоты Так Снег А сверху Это так Уже Сверху Так Так Уже Так Уже Так Уже Ну и все В принципе Ладно Пойдет Вот так Друзья Нормально Брать Тут В каких-то регионах Снега нет России А тут Вот Навалило Нормальненько Ну без снега Тоже Какая зима Не зима Снег Нужен В любом Случае Снег Снег И снег Как без Снега Так Ну все Здесь Вычистил Вычистил Почти Все Осталось Кое-что Вот так Ерунда Снег Ладно На этом Все Ну все Друзья Пишите Свои Комментарии Если Вы досмотрели Данный ролик До конца Подписывайтесь Если хотите Развивайте Сами Свои Каналы Интересно Узнать Смотреть За развитием Других людей Как Кто Что Делает Развивается Я же Просто Показываю Свою жизнь И Все работы Которые Я выполняю Здесь По хозяйству Живя в деревне Ну все Да И не забудьте Поделиться Этим Роликом В социальных Сетях Вот так Все Пока Пока Продолжение следует...